Да, здесь такое кладбище, нужно прям проходить, как будто ты идешь куда-то в поход. Тут же старые могилы, кто-то похоронен, и тут же свалка, люди кидают всякое. Прямо здесь, прямо около человека, который похоронен. Да, это старые советские кладбища, к сожалению. Грузия в этом плане не является исключением. Такое же здесь творится, как и на некоторых кладбищах в России. Все понастроили эти ограждения вокруг могил, в результате пройти просто невозможно. Есть такие семейные пантеоны, а потом что-то просто заброшенное, ничего нету. Еще одна свалка. И вот могила Самойленка. Самойленка Софья Юлиановна, Самойленка Анна, Самойленка ВП. Лясенька, Исача Гудбой, Исача Гудбой. Да, у меня сразу вспоминаются наши ростовские кладбища старые, очень, очень похоже все, к сожалению. Вы видели наши американские? Обычный кладбищ, вот эта могила, она убранная. Но сейчас из-за того, что не ходит транспорт, эта женщина, которая уборкой занимается, не приходит. А то, что там две свалки, это нормально? Ненормально, ну что, свалка бывает, что вот здесь огромная. Видишь, вот. Идали, потому что стандалы начали закатывать. Извините, дядя, я поставил мини-рак на top of this. Вот эти вот свалки, конечно, это ужас. Вы видели наши американские? Да. Ну вот совсем другое. Да, у нас нельзя вот эти вот все ограждения ничего делать, только камни, только в определенный ряд. Поэтому приезжают на газонокосилки, выкашат, получается прекрасно. Просто зеленый лон и могила, и хорошо, и хорошо. А здесь все понастроили, посмотрите. Бахчисарай. Да. Ужас, ужас. Вот где ты стоишь, нам радовались. Да. Там была чужая могила, они ее захватили, и вот тебе раз. Раз, скажи так, скажи. Какой? Прямо в прицепе сделали. А должно быть вот такое расстояние. Ну, здесь вообще никаких дорожек, ничего нету здесь. Да. Здесь типичная. Типичный советский бесхоз. Ай-яй-яй. Девочка похоронена маленькая. Это кладбище Сабурталу, района Сабурталу. Ну, хорошо, другое, что здесь хоть вандалов я не вижу. Потому что у нас лично в Ростове, на Нижнегиневском, какие-то ребята поколениями веселились. Все оббитые. Ну, это оббитые меня и потому, что кто-то оббежал. Ну, я говорю, что хорошо, что у вас хоть вандалов нет. Потому что у нас в Ростове, у нас вандалы. Приходят дети без лежащих районов, которым просто нечего делать. Вот они камни кидают и выбивают все эти фотографии. Может поэтому. Это мой.